Здесь, как бы, физическая, любая форма насилия, это даже не столько больно, сколько страшно. Потому что это то, что для них совершенно иностранно. Ну, для моего ребёнка точно. Конечно, физические наказания у нас никогда не было ни в проекции, ни везде. Они даже в кино этого никогда не видели. Ну, а теперь тогда, у меня вот какой возникает вопрос. Считается, что армия американская самая сильная и крутая. Это же всё те же дети, которые выросли, как и твои дети, понимая, что боль это очень плохо и всякое такое. В то же время русские ребята выросли в жёсткой ситуации и обстановке. В случае войны на кого бы ты поставил? На американские. Они гораздо дисциплинированы, лучше тренированы. И вопрос... Дело в том, чтобы... Я когда-то в молодости тоже служил армией, был сам целым офицером. И, включая всё, занимался единоборствами. Так вот, чтобы кого-то вырубить руками или застрелить из оружия, не нужно быть злым или ожесточённым. Нужно быть умелым, хладнокровным и внимательным. Вот. Этому в американской армии учат намного больше. Да, но если американские солдаты, как на их глазах, разорвут на части их умелого коллегу, неумелые, но злые ребята, они, может, будут бояться просто. А практика войн показала, что всё это было, и тем не менее американская армия показала себя на уровне. То есть все эти вещи не только увидели, их видели. И люди были. Ну, во всяком случае... То есть ты не боишься за американскую армию? Да. Ну, а потом нужно не забывать такую вещь, что американская армия, она, конечно, не настолько умная, как, например, израильская армия, но, во всяком случае, она фокусируется на том, чтобы... Вот в случае, когда солдатики там руками что-то там кого-то разрывают или кого-то разрывают, они довольно редки. Там для этого есть механизация, защита, прикрытие и реальные конфликты. То есть убить человека могут, это война, но так, чтобы его разорвали на части, шансы небольшие. Разве что вот были случаи Вьетнама в плену, но судя по тому, что люди там выживали, включая покойного сенатора Маккейна, очень уважаемого, вот, то, в общем-то, можно судить, что, наверное, плен был, ну, выживаемый. Ну, слушаешь, ну, если у вас, возвращаясь к детям, если у тебя с Сарой был такой опыт, плохой в паблик-скул, когда родился Майки, вы уже даже не экспериментировали? Нет, мы уже не экспериментировали. А потом, Сара в это время была в частной школе, которую мы, это была лучшая школа, которая когда-либо у нее была, вот, и хотя она была не рядом с домом, нужно было ехать на метро, но школа была настолько чудесной, что мы без разговоров определили туда же Майки. Ну, в общем, ну, потом там были другие дела, но это уже другой предмет. Ну, и сейчас, если молодые родители поселились в славном городе Манхэттен, и пришли они к тебе, говорят, Боря, ты опытный... Нам лучше туда, как мы в зоопарке. Да, это точно. Ты опытный житель Нью-Йорка. Поддай нам совет. У нас будут дети. Нам убираться из Нью-Йорка куда-нибудь там, в соседний Ниджерси, где можно найти хорошую паблик-скул, или поднатужиться, поджать пояса и отдать все-таки в частную школу, но остаться в Манхэттене. Что бы ты посоветовал? Убираться. Убираться? Однозначно. Почему? Потому что Манхэттен, даже помимо того, что школы крайне дорогие, и те школы, которые обеспечивают адекватное образование, неизбежно элитарные, и, в общем-то, поэтому для психики ребенка не самое полезное. Но когда я у своей дочки в хай-скул приходил на родительское собрание, я, по-моему, там был в комнате единственный немиллионер. Ну, вот так. И что, на тебя плохо смотрели? Да не, на меня очень даже хорошо смотрели, очень любопытно, вот, как-то посмотреть, потрогать, там, дамы иногда даже больше. И опять за свою? Ну, потому что, ну, любопытство, люди ведь любопытны. Да, но, ну, просто это, как бы, ребенка должно быть какое-то, вот, сообщение о мире, о том, что в мире норма. И когда в классе все дети, все дети миллионеров, это не есть норма, даже для Манхэтты. Ну, ты хочешь сказать, да, кстати, я хочу сказать нашим зрителям, что мы потихоньку зашли уже в Централ Парк, если кто не понял. Идем сейчас... Лошадок покажи. Да, лошадок я показываю все время. Если, то есть мы пока идем на север, там где-нибудь пересечем, на какой-то, на 72-й хочешь перейти или на 65-й? Лучше выйти на 72-й, мы сразу выйдем к Стра Борри Филдс и к Дакоте, а это, как бы, знаковые места. Хорошо. Я немного расскажу, вообще, историю Центрального Парка и Апарвасайда, если кому-то интересно. Хорошо, конечно, да. Да, так и сделаем. Вот. Ну, и возвращаясь к миллионерам-родителям. Хочешь ли ты сказать, что, скажем, дети этих миллионеров, скажем, одевались более в дорогие вещи, чем твои, или их привозили на дорогих машинах в школу? Нет, ничего такого, нет. Вот это... А что же? Ну, это... Ну, дети думают по-другому, когда в семье вопрос о денег не стоит. А если и стоит, то на уровне, вот, у них есть самолет, а у нас вот еще нет. Вот. То это совсем не одно и то же, как в нормальной семье, где, в общем-то, дети знают, что вот родители их обеспечивают и все, но от зарплаты до зарплаты стараются уложиться в бюджет. Но, погоди, тут еще есть одна такая тема, за которую можно зацепиться. А именно, быть нищим плохо. Люди, которые нищие, как правило, они менее приятные в общении, чем люди, которые богаты. Потому что они социально озлобленные. Ну, не озлобленные, конечно. Я уже не говорю о том, что многие из них психически... Но теперь, продолжая эту тему, если в семье нет денег, то есть у них базовые потребности не покрыты. То есть они живут от зарплаты до зарплаты. Они не могут купить ребенку там лишние туфли, кроссовки, джинсы. Вот. У них даже с едой может быть напряг, что поесть. Ну, это, по-моему, ты уже забегаешь в другую сторону. Нет, не в другую. Нормальная работающая... Я считаю, что это плохо, когда ребенок растет в такой семье. Да, но таких семей в Америке немного. Даже люди, которые живут на государственном обеспечении, по крайней мере, с едой там все в порядке. Другое дело, что может быть еда из дешевого ресторана, а не дорогого, но еда нормальная, калорийная. Или ресторан из магазина. Ты как бы не уводил людей в заблуждение. Нет, или ресторан. Господи, пойми, что на самом деле Бергер Кинг – это тоже ресторан. Ну, тогда да. Принципиально ничем не отличается. Очень много ресторанов типа Бергер Кинг по такой же цене по всей стране. То есть ты согласен, что быть бедным – это плохо? Быть богатым, ты говоришь, вернее, ребенок из богатой семьи – это тоже плохо. То есть что, надо быть сыном инженера и врача? Не обязательно инженера и врача, но основа любого общества и американского общества, более чем других – это средний класс. Средний класс – это вот среднее по стране. Это люди, которые… Обычно это люди, которые работают на зарплату или какой-то маленький бизнес. И этого достаточно, чтобы они как бы обеспечили свои базовые нужды. В том числе еду, воспитание детей, какие-то путешествия, в зависимости, дальше уже варианты идут. Если люди победнеют, они путешествуют, сели на старенькую машину, отъехали там два часа и в национальном парке расслабились за 10 долларов в день. Ну а средний класс – это что? Это 100 тысяч доход на семью? Это зависит от места. Ну да, но не в Манхэттене. В Манхэттене 100 тысяч на семью – это скромный средний класс. А если отъехать от Манхэттена, миль там 50 на север, то 100 тысяч на семью – это уже люди, в общем-то, зажиточные. То есть не в Манхэттене 100 тысяч на семью – это средний класс. Ну нет, но есть места дороже Манхэттена. Я говорю не в Манхэттене, я говорю, что большинство мест намного дешевле, конечно.